Продолжение следует... У нас светское государство. И именно из этого мы должны исходить. Делать это нужно спокойно, в приемлемой форме. И будет лучше, если в регионах и муниципалитетах подумают о ведении единых стандартов одежды. Это как-то плохо, что это? Нет. Наоборот, это традиция. Если вы, Оля, одените вуаль и захотите одеть платье, которое полностью скроет ваши красивые руки, это что, мое, что ли, дело? Указывать вам, как вы должны ходить. В чем заключается свобода? Это нормально. Проституток, еще раз почему-то, в витрины, дети не пугаются. Трансвеститов, которые в Булонском лесу, дети не пугаются. Гомосексуалистов, которые ходят по Амстердаму, тоже в экстравагантных одеждах, дети не пугаются. Это считается нормальным для детей. А вот традиционная религиозная одежда мусульманки, православной, не знаю, там или католички, считается опасной для детей. То, что запрещает, во-первых, он делает большой грех на себя, и я бы на его месте ему бы сказал, что покайся, пока Аллах... Мне кажется, это неправильное решение, потому что, ну, люди выбирают сами свой путь, и никто не должен это запрещать. По исламу женщины должны носить хиджал. Правильно. Каждый мусульман должен оказан. Если они хотят подливать платки, не сладкие, разные костюмы, они все подливают? Я против того, что на светском государстве и все религии, мы против целиации понимаем, то есть ислам, православие, католичество, то есть и каждая религия должна быть наравне. Я против, я сама вот встаю сейчас на этот путь, как раз таки, я сама мусульманка, аль-хамбулля, но не изучала все это. И уважать взгляды всех народов, и мне кажется, это особенность их культуры, и обязательно, то есть нельзя запрещать это. Я думаю, это вообще неприемлемо для государства, потому что это ущемляет права народа, особенно мусульман. Законом вообще-то не запрещено, если так, по большому счету, да, но и как-то его, значит, отменить никак нельзя. Да, это просто личное, наверное, отношение вот этого начальника на то, чтобы запретить, да. Мы, например, я, например, думаю, мне не мешает это. Зачем это нужно? Я не хочу, чтобы в моей стране когда-либо верующие люди чувствовали себя несвободными. Верующие люди, это только те, которые ходят замутанные с ног до головы. Верующие люди или неверующие, это те, которые ходят, как они считают нужным ходить. И никто, ни прокурор, ни мент, никто угодно, ни журналист не может им указывать, как им ходить. Что если женщина мусульманка, например, что она должна провести вежливость, раздевшись. Давайте мы сейчас перейдёмся на несколько, правильно? Нет, никто не предлагает раздеваться. Максим, у вас какая-то странная психологическая аттестация. Вы, женщины, запрещаете одеваться другим женщинам, так это не хватит. Мы делаем перерыв на несколько минут, потом продолжаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...